МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на 51 МТВ. Генеральный партнер программы сеть магазинов «Ваш дом». Большой выбор бытовой техники, низкие проценты по кредитам, гарантия качества сервисного обслуживания. Ваш дом все к лучшему. Город Бугульма. Улица Ленина, 145 и Гашика, 13. В эфире программа «Объектив». О самом важном и актуальном для Бугульмы корреспонденты программы и я, Марина Колесникова, расскажем прямо сейчас. Главные темы выпуска. Завоевать доверие бугульминцев. Избран новый руководитель исполкома района. Берусь за это дело с удовольствием, с желанием. 90 лет, возраст легенды. Еще один долгожитель-именинник в Бугульме. Мы вам привезли открытку от Путина. Тщетная предостороженность в Бугульминском драмтеатре. Великолепная семерка открыла юбилейный сезон. Говорят, талантливая молодежь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты Совета Бугульминского муниципального района и Бугульминского городского совета собрались на объединенной сессии для решения важных вопросов. Основным из них в этот раз стал выбор руководителя исполнительного комитета Бугульминского муниципального района. Молодой и амбициозный, управляющий делами Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан, Адель Галиулин, один из претендентов на место руководителя исполнительного комитета Бугульминского муниципального района. В своей речи перед депутатами он коснулся наиболее важных вопросов, которые необходимо решать в первую очередь. Считаю необходимым продолжить участие в реализации республиканских и федеральных программ. Всемирно оказываю поддержку малому и среднему бизнесу. Повышение благосостояния граждан, чтобы те острые проблемы, которые ставит перед нами сегодня жизнь, находили свое решение. Для меня крайне важно не только завоевать доверие людей, но и сохранить его оттенни. После выступления кандидаты из Казани Аделя Галиулина депутаты засыпали вопросами, каждый в своей сфере. Глава Староисаковского сельского поселения Антонина Елисеева поинтересовалась, что он собирается делать для развития села. Ответ последовал незамедлительно. Самое пристальное внимание должно уделяться селу. Мы знаем эти причины, эти санкции, которые сейчас пугают нашу страну и прочее. И сегодня, конечно, становится более чем актуально развитие села. Следующий кандидат – заместитель генерального директора фирмы «Промстрой» Марат Загиров. В своем выступлении он затронул тему ЖКХ, капитального ремонта, пообещал в случае избрания решить проблему дорожного движения в городе. Речь третьего кандидата, директора единого расчетного центра Ирика Закирова, была короткой, но насыщенной. Он также заинтересован в процветании Бугульминского района. Голосование прошло в открытом виде. В результате новым руководителем исполнительного комитета Бугульминского муниципального района стал Адель Галиулин. За кандидатуру Галиулина Аделья Рустамовича проголосовала 32, против 0, воздержалась 0. Тот опыт, накопленный мною, я бы хотел реализовать здесь, в Бугульме и в Бугульминском районе, для улучшения качества жизни бугульминцев. Берусь за это дело с удовольствием, с желанием. Считаю, что есть дееспособная команда, которая может набрать очень хороший темп работы с тем, чтобы действительно и горожане, и бугульминцы, и жители муниципального района почувствовали реальные условия. Глава Бугульминского муниципального района, мэр города Ленар Закиров поздравил нового главу исполкома, пожелал ему успехов и дал напутствие максимально использовать свой опыт в дальнейшей работе и прислушиваться к мнению руководителей города и района. Эти встречи всегда получаются очень теплыми. По доброй традиции, руководство города и района поздравляет с днем рождения участников войны и тружеников тыла. И, конечно, в эти особые дни в адрес именинников звучат пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни. 20 октября жительница Бугульми Проскофья Петровна Качаловой исполнилась 90 лет. Мы вам привезли открытку от Путина. Вот написано Москва, Кремль. Личное поздравление Путина. Поздравление от мэра города и от президента России. Подарки и добрые пожелания в честь 90-летия Проскофья Качалова принимает уже с утра. Первыми ее обняли и расцеловали внуки. Принесли подарки. Все нарядили меня. Я говорю, все платье, вот какое купили. Все, все говорю, не надо мне, ничего не надо. А они все покупают, все покупают. Чтобы дожить до 90 лет, нужно больше двигаться и не расстраиваться по пустякам, говорит Проскофья Петровна. Она никогда не любила сидеть на месте. За свою жизнь Проскофья Качалова кем только не работала – и почтальоном, и санитаркой. Я много работала в огороде, вот сколько, в колхозе работала много. Во время войны Проскофья Петровна работала в колхозе и госпитале. Труженики тыла в те годы трудились от зари до зари. Получилось так, что все на фронте забрали, она осталась одна с маленькими детьми. Вот в войну она пятилетнего брата смотрела и восьмилетнюю сестренку. Проскофья Качалова вырастила и воспитала двоих детей, четверых внуков, с легкостью справляется с пятью правнуками. Главное, рядом с ней всегда семья, которая поддерживает и помогает. Знакомство с профессией. Центр занятости населения Бугульмы и региональное агентство развития квалификации решили заинтересовать девушек с швейным делом. С их помощью ученицы школы номер 13 окнулись в мир шитья и кроя. Татьяна Колобкова хочет стать юристом, экономистом или врачом. Рассматриваемый ею список профессий – швейное дело и не входило. Несмотря на это, девушка очень обрадовалась возможности посетить швейную фабрику. Увидели цехи, как здесь все производится, как работает, как шьют. Первый раз, да. Понравилось, впечатлилось, что-то заинтересовало. Интересовало. Но самой бы в этой сфере пока не хотелось работать. В отличие от медицины или юриспруденции, эта сфера не так популярна. Поэтому молодежь сюда и не идет. Именно к популяризации рабочих и инженерных профессий стремятся сотрудники Центра занятости. Швейное дело – это тоже работа. Она приносит доход и тоже уважаема. Несмотря на это, к сожалению, Бугульминская швейная фабрика сегодня ощущает кадровый голод. Мы могли бы увеличить объемы наши, но из-за того, что у нас нет работников, приходится многим отказывать. Очень нужны молодые кадры, особенно и швей, и в том числе работники инженерно-технические. То есть нам нужны и технологи, нужны конструкторы. Во время экскурсии школьников познакомили с процессом производства, показали виды выпускаемой продукции. Ученики смогли пообщаться с работниками фабрики, задать интересующие вопросы. Чужой беды не бывает. Бугульминцы не остаются равнодушными. Недавно все вместе помогли маленькой Ксюше Валиулиной. Собрали средства для лечения. Испанские врачи дали родителям надежду на выздоровление. Они готовы помочь и Артему Анисимову. Трехлетний мальчик, так же как и Ксюша, мучается тяжелыми приступами эпилепсии. Любознательности Артему не занимать. Его сразу заинтересовала видеокамера. Во время игры он так и норовит дотянуться до телевизионного оборудования. Тянет правую ручку, левая не подчиняется. В полтора года ему поставили диагноз ДЦП. Причиной стала эпилепсия. Она, в свою очередь, прогрессировала на фоне медикаментозного вывода камней из почек. Эпилепсия началась после интенсивного расшатывания ДЦП. Когда начали интенсивно лечить ДЦП массажами, ЛФК, электрофорезами, оказалось, что у него была эпилепсия скрытая. И это все вышло наружу. Дом Анисимовых заполнен игрушками. Так балует сына отец. Семья делает все возможное, чтобы Артем наконец-то смог жить полноценной жизнью. Мама и бабушка всегда рядом. Его опора и поддержка. Артем чувствует заботу родных и, несмотря на боли, делает долгожданные шаги. Мы эпилепсию лечили в Казани. Это все. Ну, конечно, назначили лекарство. Оно очень сильно купировало мозг. Ребенок вообще ничего не хотел делать. Он просто не развивался. Нам пришлось поехать на север. Вот мы лечились на севере, в Нижневартовске. Нам меняли лекарство. Лекарство подходило, развитие как бы чуть-чуть шло. Но, опять же, судороги – это все шаг вперед, два назад. Испанские врачи не дали семье потерять надежду. После проведения полного обследования и назначения правильного лечения Артема можно поставить на ноги. У трехлетнего мальчика все еще впереди. Он сможет наверстать упущенное. Надеемся на шанс, что он у нас все-таки выздоровеет. Потому что эти судороги – это тормозят его все развитие. Каждая судорога – это, конечно, минус шаг назад. Сумма на обследование лечения нужна немалая. Собрать 2 миллиона рублей семья не в силах. Основной доход родителей уходит на покупку лекарств и реабилитацию мальчика. В соцсетях Анна Анисимова открыла страничку Артема, где рассказывает о смышленном мальчике, которому так нужна помощь. Поможем вместе Артему справиться с болезнью. На смену опытным артистам на сцену Русского драматического театра вышли молодые. Севильский цирюльник они сыграли так, что зал взорвался овациями. Великолепная семерка артистов открыла юбилейный 80-й театральный сезон в Бугульме. До начала спектакля журналистов в гримерную театра не пустили. Молодые артисты и так волнуются перед премьерой. К тому же, пока еще не сыграв комедию, говорить о постановке в театральной среде не принято. С большим любопытством иду, посмотреть, как они справляются с этим делом. Молодежь, говорят, занята одна. Говорят, талантливая молодежь. Познакомиться с великолепной семеркой суждено было лишь во время спектакля. Затаив дыхание, зритель пытался разглядеть знакомые лица. Мастер сцены Рустам Фаизрахманов прекрасно сыграл доктора Бартола. В роли находчивого и хитреца Фигара зрители узнали актера, подающего большие надежды – Романа Никитина. Дебютант сезона Ильдар Вильданов. Он сумел проникнуть в душу главного героя комедии, тем самым заставив зрителя вместе с ним влюбляться, переживать, радоваться. А правде сказать, славная птичка, только трудно будет вытащить ей с гнезда. Ту самую славную птичку в комедии «Севильский цирюльник» режиссер-постановщик Алексей Молостов доверил сыграть Виктории Лапчук. Это единственная женская роль в спектакле. С поставленной режиссером задачей актриса справилась на отлично. Вокруг красавицы Розины так и кружились влюбленный граф Альмавива и алчный доктор Бартола. Напутственным словом молодым артистам и верному зрителю со сцены театра прозвучало поздравление от народного артиста России, чьим именем назван Бугульминский драмтеатр. Поздравляю с открытием 80-го юбилейного театрального сезона. Желаю от всего сердца дальнейших творческих успехов, чтобы нести радость зрителям и поклонникам. Ваш Алексей Баталов. К сожалению, бываю нечасто в нашем родном, любимом русском драматическом театре. Но всегда его люблю, помню еще поколение тех артистов, старое поколение. И, к сожалению, из новых мало кого знаю. Но, тем не менее, иногда все-таки посещаю. Севельский цирюльник – не первая ласточка в Бугульме от Пьера Бомарше. В апреле 2012 года уже увидел свет спектакль «Безумный день» или «Женитьба Фигара». Премьера этого года ставит уже новые рекорды. Для того, чтобы ощутить атмосферу Испании, в Бугульму приезжают зрители с разных городов Татарстана. Компания «Просто окна» – официальный спонсор информационных программ «Объектив» и «Исхар». Установка строго по ГОСТу. Ремонт окон и дверей. Замена уплотнителей. Город Бугульма, улица Гафиатульна, 28. Телефоны 2, 1120 и 43311. Это были новости нашего города. Все самые интересные и актуальные смотрите в программе «Объектив» на 51 МТВ по понедельникам и четвергам в 17.30 и 19.30, а также на сайте 51-tv.ru. Поделитесь своей новостью с нами по телефону 4504. Будьте в центре событий. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова